Каждый вагон, который привозит сырье на завод, проходит через руки Натальи Михеевой. В деньгах это миллионы и миллиарды рублей, поэтому учет должен быть строжайший. И Наталья Вячеславовна не подводит. Это склад малозольного сырья. Дальше склад, вот там видно, если посмотреть вдаль, стоят вагоны. Там вагон с бакинским коксом. В настоящее время большое поступление бакинского кокса на завод. Она знает в лицо каждый сорт угля или антрацита. Недаром Наталья Михеева проработала почти 20-ка лет канталером ОТК. Опыт бесценный, оттуда и начинала свой трудовой путь. Буквально со школьной скамьи ее привел в отдел кадров отец. Девушку охотно взяли. Сначала работала в обжиге, затем в прокалке. Хорошо себе зарекомендовала. А лет 9 назад начальник прокалочного цеха Михаил Павкин предложил ей занять освободившуюся должность техника по учету. Каждую циферку она выверяет, проверяет, потому что отдавая мне документы, сводки и так далее, я знаю, что тут нет ошибки. Если допустить ошибку, и потом этот как ком, ежесуточное до 15 полувагонов приходит сырья. То есть, если где-то один сбой произошел, вы понимаете, какой ком накрутится. Каждое утро в половине восьмого у начальника цеха на столе должна быть сводка о движении сырья. И готовит ее Наталья Вячеславовна. К селектору все готово. Нужно осмотреть по перестановке мне сырья. Количество бакинского пока мало уменьшается. Я дополнительно вывожу людей на выгрузку. Сколько поступило вагонов за сутки, какое количество задано в производство, сколько получено прокаленных материалов. Подбить остатки, подготовить техотчет. Бумажной работы хватает. Наташа, скажи, пожалуйста, я смотри. При этом спокойная, рассудительная, всегда с улыбкой. Коллеги Наталью Вячеславовну очень любят. До того уже привыкли. Я вот утром прихожу, и я уже знаю, даже в каком настроении Наталья Вячеславовна. И она знает, что я, хотя я вида не показываю, и то она уже чувствует меня. И знает, что что-то у меня там произошло. Умение пытливо вникать в каждую цифру, многие называют ее призванием. Сама же Наталья Михеева говорит, что так ее воспитал отец. По-другому она не может, поэтому и вкладывает всю душу в работу. На выздание ее уже давно родной дом.